Привет! Здравствуй, школа! Праздник с таким названием накануне 1 сентября проходит практически в каждом микрорайоне. Но такого мы еще не видели. Герои нашего следующего сюжета, ТОС ДКЖ, свое мероприятие решил посвятить теме безопасности. Каждый малыш, который принимает участие в конкурсах, получит важный и нужный подарок – светоотражающий брелок. Чтобы вас всегда было видно, вы всегда были заметны для водителя, вот такие вот вам подарки. Вот теперь можно смело отправлять ребят учиться. Светоотражатели сегодня обязательный элемент детской одежды. О том, что подобный брелок – это не просто игрушка, школьникам рассказывают сотрудники ГИБДД. Их в гости к местной детворе пригласили общественники, чтобы провести эстафету и еще раз напомнить о правилах поведения на дороге. В таком формате наше мероприятие проводится первый раз. В предыдущие годы мы ограничивались только спортивными мероприятиями и развлечениями. А сейчас мы решили включить еще элемент, скажем так, обучения. То есть впереди школы. Нужно детей уже подготавливать, потому что есть светофоры, что есть автомобили, что скоро будет темно. А это урок безопасности от Российского союза спасателей. Совет самоуправления микрорайона ДКЖ уже не первый год занимается патриотическим воспитанием молодежи. С каждым учебным годом число юных патриотов растет. Здесь у ребят есть возможность пообщаться с профессионалами. Одевай, одевай, одевай. Давай помогу тебе. Аппарат, который позволяет находиться в непригодных для органов дыхания среде, одевается легко, как портфель. А вот научиться дышать в маске не так-то просто. Тяжело? Как дышится? Хорошо дышится? Ну, нормально так дышится. Тяжело. Было очень интересно. Я скажу одним словом, супер. Я катался на велике. Такая работа не остается без внимания. Подобные идеи всегда получают поддержку администрации Перми. В программе «Решаем вместе» мы расскажем о том, как пермские общественники помогают собрать детей в школу. Выпуск, посвященный Дню Знаний, смотрите сегодня вечером по 19.30. Анастасия Петухова, Дослав Рашидов, телекомпания «Ветта». Редактор субтитров А.Семкин